Продолжение следует... 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 Мы живём в огромном океане энергии. Всё, каждый атом, каждая элементарная частица находится в постоянном движении, всегда вращается, даже в холодном, тёмном, пустом пространстве, абсолютном вакууме. Это то, что современная физика называет квантовым потоком вакуума. Древние назвали его эфиром. Метафизика — энергия жизненной силы. Всё это — случайное колебание огромного поля потенциалов в пространстве и времени. Теперь это доказано как теоретически, так и математически. Уже не стоит вопрос о том, существует ли энергия нулевой точки. Он звучит по-другому. Можем ли мы использовать этот неистощимый источник бесплатной энергии и применять одновременно недорогие и экологичные технологии? Только одно известно наверняка. Если мы будем и дальше так же быстро сжигать полезные ископаемые и полагаться на атомную энергию, то будущее нашей цивилизации имеет мрачные перспективы. Мы находимся в критическом положении, потому что объём промышленного загрязнения и количество радиоактивных отводов уже превысили возможности самоочищения нашей матери Земли. Мировые запасы нефти и газа будут истощены к 2025 году при сохранении нынешних темпов потребления. Но крупные корпорации и мировые правительства отказываются признавать надвигающийся кризис и сопротивляются техническому прогрессу, стараясь сохранить устаревшую политическую систему. Назревает вопрос, именно такой мир мы хотим оставить будущим поколениям? В научной среде появляются учёные-пионеры, физики-теоретики, а также изобретатели-энтузиасты, которые пытаются изменить наш взгляд на обуздание невидимых сил природы. Несмотря на насмешки, недостаток средств и активные попытки избавиться от этих людей и их работ, они вступили в борьбу с общепринятыми устаревшими догмами, пытаясь в жестокой схватке с глобальными корпорациями совершить революцию в науке. В этой передаче вы увидите разработки неутомимых изобретателей и дальновидных учёных, у которых, вероятно, и находится ключ к настоящей энергетической независимости всех людей на Земле, начиная от Николы Теслы и заканчивая технологией холодного синтеза. И не только. Присоединяйтесь к нам и смотрите фильм «Свободная энергия. Погоня за энергией нулевой точки». Субтитры создавал DimaTorzok Большинство людей согласны с тем, что нельзя получить что-то из ничего. Нет ничего бесплатного. Но тем не менее, мы бесплатно получаем кислород из воздуха, которым дышим. Бесплатно получаем солнечный свет и воду. Последняя тоже была бесплатной до тех пор, пока не появилась питьевая вода в бутылках. А как насчёт энергии? Билл Дженкингс. Нам всегда приходилось за неё платить, будто дерево, уголь или электричество. Всегда действовало правило «Нельзя получить больше энергии, чем вы на это потратите». Это основной закон природы. В 19 веке физики установили это и вывели первый закон термодинамики — закон сохранения энергии. Может и так. Но с тех пор наука шагнула далеко вперёд. А что касается закона, то нет ни одного закона, который невозможно нарушить. Первопроходцы На рубеже позапрошлого и прошлого столетия Никола Тесла, выдающийся изобретатель, который подарил нам переменный ток и катушку Теслы, утверждал, «Электрическая энергия находится повсюду вокруг нас в неограниченном количестве. Она может питать различные устройства по всему миру, не используя уголь, нефть, газ и другие виды топлива. Эту новую энергию для питания всех устройств на Земле будут получать из запасов энергии, которая питает Вселенную космической энергией». Лаборатория Теслы в Колорадо Спрингс около 1899 года. Обладатель более 200 патентов Тесла уверенно шёл к тому, чтобы передавать электрическую энергию без проводов, когда в 1901 году у него начались проблемы с Джей Пи Морганом, отказавшимся дальше спонсировать его исследования. Его амбициозный проект «Уорденклифф», который должен был усиливать и передавать энергию кораблям в море, а впоследствии обеспечить бесплатной энергией населения всей Земли, был остановлен Морганом, и Тесла остался без гроша в кармане и был в отчаянии. Богатые промышленники, владеющие медными рудниками, знали, что и грандиозным планом опутать весь мир медными проводами не сбыться, если они не смогут контролировать объём и средства передачи энергии. Надежды Теслы на разработку технологий, которая будет работать в гармонии с природой, вступали в противоречие с доминирующим в американском обществе отношением к природе. Человек, послан на Землю, чтобы покорить природу и править ей. Потихоньку Теслу стали обвинять в сумасшествии и стёрли его фигуру из истории. После смерти Теслы в 1943 году правительство США вывезло полный грузовик научных работ. Кто знает, какие замечательные устройства получил бы мир, если бы его гениальные идеи были признаны. Томас Валон, магистр физической культуры. Научно-исследовательский институт проблем целостности научных знаний. Когда Джей Пи Морган запретил Тесле передавать электрическую энергию через океан с помощью Орден-Клиффской башни, он заявил, что не будет финансировать это мероприятие, потому что не может поставить на устройство счётчик. Это событие в буквальном смысле изменило ход истории, и уже почти сто лет мы страдаем из-за жадности банкиров и олигархов. Конечно, можно было сказать, что человечество не готово к тому, чтобы использовать те огромные силы, которые обнаружил Тесла. 20-й век принёс мировые войны и гораздо более ужасные технические инновации, которые когда-либо видела западная цивилизация. Ещё до Теслы появились первые основополагающие работы, написанные такими выдающими учёными, как Майкл Фарадей, Джеймс Кларк, Максвелл, которые привели к исследованиям в области свободной энергии. В 1831 году Фарадей собрал модель генератора с вращающимся магнитным диском, по аналогии с планетой Земля, который вращается вокруг своей оси в образуемом и поддерживаемом ей магнитным поле, благодаря ядру из расплавленного металла. Впоследствии на основе его работы была создана динамомашина, электрическая динамомашина Теслы, называемая также однополюсным генератором, генератором Фарадея. Самый большой в мире однополюсный генератор Фарадрам-10, производство компании Parker Kinetic Design, Остин, штат Техас, стал основой многих нынешних изобретений в рамках электромагнитного подхода к генерированию свободной энергии. Например, N-машина Брюса Де Палма, генератор космической энергии Парамахамса Тевари. В результате повторения экспериментов было установлено, что полезная мощность устройств в разы превышала затраты энергии на вращение диска. Трение и высокое напряжение препятствовали увеличению эффективности, а следовательно и широкому распространению. Говорили, что Джеймс Кларк Максвелл, известный благодаря выведенным им уравнениям Максвелла, из своих теорий исключал все, что касается энергии нулевой точки. Но в более поздних работах Максвелла допускалось существование эфира, субстанции более легкой, чем воздух, существование которой со времен Платона считалось научным фактом. Том Бирден, магистр естественных наук, инженер-атомщик. В те времена большинство верило в то, что вакуум — это тонкоматериальная газообразная среда, так называемый тонкоматериальный эфир. Сегодня мы знаем, что это не так. Эфир на самом деле присутствует, но не является материальной газообразной средой. Фарадей внес изменения в понятие силовых линий, но считал, что электромагнитное поле или электромагнитное возмущение в, так сказать, эфире, образовывали струны — магнитные силовые линии, которые были натянуты, а возмущение заставляли эти струны вибрировать. Максвелл очень четко заявляет о том, что ему почти удалось в теории обосновать то, что Фарадей делал с силовыми линиями. Именно это он и сделал. В настоящей теории Максвелла присутствуют 20 уравнений и 20 неизвестных, записанных в виде квотернионов. Это математика топологии высшего порядка. Согласно этим уравнениям, можно делать такие вещи, о которых вы даже не мечтали. Их невозможно представить в тензорах, векторах или с помощью знаний, получаемых в университетах. Все это нужно открывать и изучать заново. В рамках широко известного сегодня эксперимента Майкельсона Морли, Альберт Майкельсон. Интерферометр Майкельсона Морли — эксперимент по выявлению эфира, 1887 год. Проверенного на рубеже 19-20 веков, не удалось выявить неподвижный эфир, поэтому классическая физика раз и навсегда решила, что эфира не существует. Этот вопрос был закрыт до тех пор, пока в полемику не вступила квантовая механика, предложившая новую теорию, объясняющую способ взаимодействия материи и поля нулевой точки. Мюррей Кинг, автор книги «Использование энергии нулевой точки». Большинство ученых искренне верят в то, что пустое пространство на самом деле пустое, лишенное чего бы то ни было. С исторической точки зрения это очень интересно, потому что еще в 19 веке и раньше, люди полагали, что все пространство заполнено эфиром, вездесущей субстанцией, квантовая механика. Макс Планк, физик и сторонник квантовой теории. Но в 1905 году появилась теория относительности, которая стала очень популярной, и ученые стали утверждать, что им не нужен этот эфир, пространство пустое. Потом 25, нет, 20 лет спустя, в 1925 году появилась квантовая механика. Внезапно в уравнениях квантовой механики стал учитываться новый вид энергии. Он должен был появиться, чтобы эти уравнения работали. Он отвечал за образование колебаний электромагнитной энергии с очень высокой частотой, которая взаимодействует со всем окружающим. Этот вид энергии назывался энергией нулевой точки. Оказалось, что все элементарные частицы взаимодействуют с этой энергией, она становится потенциальным источником энергии. Именно это и пытается выяснить сегодня. Брайан О'Лири, физик, автор книги «Чудо в пустоте». По сути, свободная энергия, энергия нулевой точки, это энергия, которая содержится в пространстве. Ее практически невозможно обнаружить ни одним из общепринятых способов. На самом деле энергия распределена равномерно и одинаково по всем направлениям. Поэтому извлечь или измерить ее равноценно попыткам взвесить некоторое количество воды под поверхностью океана. Все зависит от того, что и с учетом чего вы измеряете. В этом веке это стало грандиозной дилеммой для физиков. Это заводило их в тупик. Раньше считалось, что поле нулевой точки не существует, то есть такого места, откуда бы исходила энергия. Но похоже, что сегодня найден ответ на этот вопрос. Да, поле существует, потому что теоретическая физика и ряд экспериментов в области квантовой механики явно демонстрируют существование этого вездесущего электромагнитного поля, называемого полем нулевой точки. В действительности, скептики всегда ссылаются на теорию относительности Эйнштейна. Именно Эйнштейн в 1920 году сказал, «Существует около 80 аргументов, подтверждающих теорию существования эфира. Отрицать существование эфира в конечном итоге означает признать, что пустое пространство не имеет никаких физических свойств. Основополагающие факты механики не подкрепляют эту точку зрения. Согласно общей теории относительности, пространство обладает физическими свойствами, следовательно, эфир существует. Согласно общей теории относительности, пространство нельзя представить без эфира». Термин «вакуум» употребляется в разных значениях. Инженеры применяют его для обозначения того, что откуда-то выкачан воздух, и тогда там образуется вакуум. Они называют это вакуумной технологией, но мы говорим совсем о другом. Мы говорим о пустом пространстве времени. Например, сегодня мы знаем, что лембовский сдвиг в квантовой механике показывает, что этот обмен энергии между вакуумом и заряженной частицей действительно существует. И в результате можно получить видимые эффекты. Его можно измерить, за что лемб и получил Нобелевскую премию, проведя такие измерения, и зафиксировал результаты в трудах по физике. Итак, мы знаем, что это происходит на самом деле, и доказано экспериментально. Эффект Казимира, например, показывает, что энергия действительно присутствует и вызывает появление ярко выраженных эффектов в различных материалах. Оказывается, что в рамках современного подхода к рассмотрению квантовой механики при применении этих знаний оказывается, что вакуум очень активен. Он представляет собой мощный поток энергии, который постоянно распространяется во всех направлениях. По оценкам различных физиков, плотность этой энергии очень высока. Например, в одном кубическом сантиметре, если вы сможете взять эту энергию в первоначальном виде в этом кубическом сантиметре и преобразовать ее в массу, разделив на С квадрат, то в результате получится масса большая, чем самый большой телескоп может увидеть во всей Вселенной, включая все звезды и планеты. Энергия, находящаяся в вакууме, огромная и исключительно плотная. Она отвечает за движение всего, что известно как физический мир, начиная с квантового уровня и заканчивая видимым уровнем и видимой реальностью, в которой мы живем. Все это приводится в движение с помощью энергии вакуума. Нулевая точка равно абсолютной ноль, ноль градусов по Кельвину. Плотность энергии равно 10 в 93 степени грамм на кубический сантиметр. Можно ли использовать хаотичный поток? Океан энергии, в котором плавает Земля Книга «Океан энергии, в котором плавает Земля» стала революционной работой Т. Генри Мюррея, инженера-электрика и поклонника идеи Теслы, который в начале 20-х годов начал работать над созданием устройства, которое, как он утверждал, перехватывает радиантную энергию из окружающего пространства. Его полупроводной детектор, лампа Мюррея, был создан с помощью сложного сочетания полупроводников, конденсаторов высокого напряжения и трансформаторов, подключен к антенне и заземлению. Усиливая существующие колебания энергии в пространстве, это устройство радиантной энергии работало в течение многих дней, производя 50 кВт электроэнергии. Демонстрации работы устройства привлекали журналистов и ученых из различных лабораторий, а департамент сельского хозяйства контролировал подачу энергии в процессе этих демонстраций. Никто не мог доказать, что это мошенничество, но и объяснить, как работает устройство радиантной энергии тоже никто не мог. В 30-е годы он создавал полупроводники и транзисторы на много опережающее время. К сожалению, так же, как и другим изобретателям, самому Мюррею и его семье сначала угрожали, потом в них стреляли, а его лаборатория была разгромлена, когда он отказался продать свое изобретение крупным корпорациям. Патентное ведомство игнорировало Мюррея, и он перестал проводить публичные демонстрации устройства после того, как его помощник Феликс Фреджер уничтожил генератор. Оказалось, что он работал на нефтяных монополистов и шпионил за Мюрреем. Но после того, как Советский Союз заинтересовался этой технологией, стал вести переговоры. Фреджеру срочно пришлось уничтожить устройство, чтобы оно не попало в руки коммунистов. Сейчас сыновья Мюррея, Джон и Ричард, стараются воплотить в жизнь мечту своего отца. Виктор Шаубергер, 1885-1958 год. Эксперименты с вихревым движением, проводимые в Европе в 1930-х годах Виктором Шаубергером позволили лучше понять то, каким образом движение по спирали, характерное для всех природных систем, вызывает появление отрицательной энтропии. Изучая свойства вихрей в воде, он создал вихревой генератор, который собирал электричество из окружающей среды. Джин Меннинг, автор книги «Грядущий переворот в электроэнергетике». Виктор Шаубергер, один из героев в моей книге, говорил о принципе генерации энергии, основанном на движении воды по спирали, а не на основе взрыва. Он не собирался разбивать атом на куски. Он изучал атом с точки зрения, каким образом он будет двигаться по спирали в естественных условиях. То же самое справедливо для всего, что есть в природе. Идеи Шаубергера были широко известны до Второй мировой войны. По слухам, его попросили работать на нацистов в области разработки необычных летательных дисков, напоминающих летающие тарелки, а также генераторов электроэнергии. В 1958 году он поехал в Соединенные Штаты. Ему обещали, что там он сможет наладить промышленное производство своих устройств. Но его заставили полностью отказаться от всех прав, поэтому ни одно из его изобретений дальше не разрабатывалось. По возвращению в Австрию, горько разочарованный, он умер. Мудрый философ, художник и ученый Уолтер Рассел многое сделал для понимания сущности энергии, однако его вклад часто игнорируется официальной наукой. Рассел пересмотрел периодическую систему элементов с точки зрения спирали и предсказал существование многих неизвестных в то время элементов и изотопов, например, плутония и диетерия. Его космологические теории о мистической природе реальности бросали вызов физикам и предлагали воспринимать энергию, свет и материю как единое целое. Электростатика В воздухе присутствует электричество. Это известно выражением, и оно верно. Возьмите расческу, проведите ей по волосам при сухой погоде, и тогда сможете почувствовать разряд статического электричества. Конечно же, это электричество, правда? Но можно ли использовать его для получения достаточного количества электроэнергии, которую можно использовать? Бенджамин Франклин считается изобретателем электростатического двигателя, созданного в 18 веке, но его полезная мощность была невелика. Электростатический генератор Вим Шурста, созданный в 19 веке, работал с большим напряжением. Он приводился в движение сам или вручную и производил много искр в процессе зарядки лейдинских банок. Сегодня это устройство используют на уроках физики, но его практическое применение считается нецелесообразным. Современные версии устройства Вим Шурста, получившее название аттестатика или швейцарский электростатический генератор, созданный Полом Бауманом в 1970-х для небольшой общины. Это устройство, генерирующее свободную энергию, поистине является чудом, потому что работает уже более 20 лет, обеспечивая электроэнергии небольшую самодостаточную христианскую общину. Многие технические эксперты поражаются необычайно высокой полезной мощности этого устройства. Тем не менее, члены общины полагают, что свободная энергия скрывается от большей части населения Земли. Глобальные корпорации не готовы открыть доступ к этой безграничной энергии из-за боязни потерять свою прибыль и власть, поэтому они держат эти технологии в секрете. Другие исследователи, такие как доктор Олег Ефименко, стараются найти практическое применение электростатическим двигателям. Самым значительным его достижением, на мой взгляд, является применение электрета особого вида, представляющего особый воскоподобный материал, способный удерживать заряд. Он похож на магнит, он очень похож на магнит, электрический аналог магнита. Мощность этого двигателя составляет 0,1 лошадиной силы, поэтому это небольшое устройство. Оно длительное время работает на атмосферном электричестве. Как и однополюсный генератор, электростатический двигатель основан на динамике окружающей среды. Так же, как ветеринные и солнечные двигатели, он представляет собой разумную альтернативу. Он имеет преимущество в эффективности и способен уменьшить нашу зависимость от ископаемых видов топлива. Достаточно ли мы мудры, чтобы понять те подсказки, которые дает нам окружающая среда? Современная эра. Электрогравитация и энергетический кризис. В результате достижения нестандартно мыслящих ученых, таких как Тесла и Мюррей, началась эпоха исследования свободной энергии. В 1950-х годах, когда повсюду в США начали видеть летающие тарелки, а первая программа освоения космоса была нацелена на то, чтобы догнать русских, которые уже запустили спутник, человек по имени Тиэ Таунсэнд Браун проводил эксперименты, противоречащие общепринятому пониманию того, что такое электричество, гравитация и реактивная тяга. Совместно с доктором Паулем Бифельдом и Эгнео Бансоном Браун показал, что из высокого напряжения можно выжать еще больше. На этих уникальных кадрах, снятых на любительскую камеру, записаны одни из первых экспериментов в области электрогравитации. Используя высокое напряжение от 20 до 200 тысяч вольт, Браун обнаружил, что конденсаторы, заряженные таким высоким напряжением, перемещаются в случайном направлении на значительное расстояние. Несмотря на то, что Браун получил патент на электрокинетический генератор, никто до недавнего времени не пытался повторить его эксперименты. Ларри Девенпорт, показавший электрокинетический аппарат Брауна в работе, объясняет. Когда я впервые начал читать материалы Брауна, я не мог до конца понять разницу между устройствами ионного ветра. Они представлены множеством разновидностей, и некоторые из них обладают большой эффективностью при создании ионного ветра. А именно, его аппарат Ларри Девенпорт, радиолюбитель. В конце концов, в 1984 году я решил повторить работу Брауна. Я посмотрел на его устройство, собрал несколько своих моделей, но они работали не так хорошо. Возможно, Браун является первопроходцем в этой области, потому что люди, которые сейчас подают заявки на получение патентов и потом и получают их, все время ссылаются на Брауна. Тогда я решил вернуться к его работам и попробовать воспроизвести его эксперименты. Очень важно было сбалансировать устройство. Его метод отталкивания заключался в разделении заряда, разделении высоковольтного заряда в устройстве. Он обнаружил, что дискообразный аппарат больше подходил для этой цели, чем на основе крыла. Но недавно мы узнали из исследования доктора Пола Вайолетца, что бомбардировщик Би-2 можно отнести к летающим устройствам, использующим электричество. Военные признали, что передние части крыльев самолета заряжены электричеством. Там также используется сильный диэлектрик. В передней части крыльев используется обедненный уран. Существуют ли другие способы применения этой технологии в таком виде? Мы допускаем это, потому что выхлопной газ отрицательно заряжен. Внезапно мы сталкиваемся с разделением высоковольтного заряда, необходимого для образования дополнительной тяги, особенно на высокой скорости. Поэтому с данной точки зрения электрогравитация является очень простым процессом, в ходе которого вырабатывается значительное количество движущей силы при низких затратах энергии. Как в случае со многими другими многообещающими изобретениями, сделанными в период Холодной войны, национальный закон о соблюдении секретности не позволил таким исследователям, как Титаун, Сен-Браун и многим другим не только наладить промышленное производство, но даже демонстрировать устройства, которые могли найти применение в военных целях. За триумфом американской программы по освоению Луны последовал энергетический кризис в конце 70-х годов. Пресловутый энергетический кризис заставил нас осознать свою зависимость от ограниченных ресурсов. Изобретатели обещают, что их устройства, способные предложить выход из кризиса, смогут продемонстрировать потрясающие результаты. Заявления о сверхъединичности, когда полезная мощность превосходит затраты, появляются снова и снова. Но в процессе тестирования выясняется, что большая часть этих грубых моделей либо показывает низкий результат, либо не работает совсем. Используемые методы измерения недостаточно совершены для определения точных показателей. Поэтому даже если вам удалось добиться незначительного превышения полезной мощности над затратами энергии, институты официальной науки немедленно опровергнут этот факт, и вы не сможете получить патент. А без патентной защиты у инвесторов нет никакого стимула вкладывать миллионы долларов в массовое производство и вывод на рынок ваших устройств, даже несмотря на то, что технологии являются многообещающей. Но тем не менее, классическая ньютоновская динамика позволила нам долететь до Луны. Эйнштейновская формула Е равна МС квадрат объяснила нам, что энергию нельзя ни создать, ни уничтожить. На все остальное навешивается ярлык вечного двигателя и антинаучной ереси. Когда я начал работать в 1980 году, никто не говорил о свободной энергии открыто. Мы говорили о ней тайком, при закрытых дверях. На конференциях часто присутствовали люди, которых мы не знали. Информация распространялась различными способами. Поэтому нетрадиционная энергия, такой термин мы для нее придумали, появилась в виде информационных провокаций от военных. Это противоречивая тема, которая в то время подразумевала получение чего-то из ничего. Она считалась антинаучной, и говорить о ней могут только сумасшедшие. Рано или поздно ученые объяснят им, что при этом нарушаются различные законы физики. Для большинства ученых, ставящих знак равенства между устройствами свободной энергии или сверхъединичными устройствами и вечными двигателями, любые утверждения о них абсурдны. Понимаете, это всего лишь игра слов. Для людей, занимающихся разработкой этих устройств, они являются открытыми системами. К счастью, сейчас у нас уже появился раздел термодинамики. За это даже были получены Нобелевские премии, например, Пригожиным за неравновесные термодинамические системы. В этом разделе описаны открытые системы, которые получают энергию из окружающей среды. Такие системы могут демонстрировать сверхъединичную эффективность. Все это доказано официальной физикой. Сегодня многие ученые не знакомы с этими работами, с тем, что энергии нулевой точки вообще существуют. Главным образом, потому что эти ученые не физики. Я ходил в школу, сейчас стал доктором наук в области электротехники и системного проектирования. И теперь хочу получить звание профессора. Это все есть в библиотеке. Предполагаю, что большинство ученых являются специалистами в отдельных областях. И сегодня научные знания очень разрознены. Те, кто знают о существовании энергии нулевой точки, могут заявлять о том, что ее распределение в природе случайно, и, следовательно, она не может быть использована в качестве источника энергии. Но одна из последних работ в области электродинамики, которую написал Илья Пригожин, получивший Нобелевскую премию в 1978 году, рассказывает о том, как эта энергия в системе может самоконцентрироваться в определенных условиях. Именно это и может происходить в ходе каких-нибудь экспериментов, и чьи-то изобретения получают эту энергию, производя огромное ее количество. Еще одной причиной сопротивления ученых является то, что часть общества физиков, которые знают о существовании энергии нулевой точки, осознают, что если ее можно будет использовать, все кардинально изменится. Изменится сама основа физики. А основой современной физики в таком случае станет квант, квантовая энергия, которая присутствует в пространстве. Очень сложно произвести с ней какие-либо математические расчеты. Возможно, что в будущем эти знания лягут в основу теории струн. Следовательно, то, что раньше считалось ничем, теперь можно понять как эффект поля, как использование доступной, но невидимой энергии. Например, радиоволны. Хорошим примером может являться телевизор. Для неразвитого племени он может показаться волшебной коробкой, но на самом деле преобразует невидимую в воздухе энергию в сигнал и картинку. Водяное колесо, установленное в реке, которое раньше заставляло работать мельницу и позволяло перемалывать зерно, является устройством свободной энергии. Тот же принцип лежит в основе работы ветряка, то есть мы берем энергию из внешнего источника и используем ее. Таким образом, это является открытой системой, и окружающая среда полностью обеспечивает ее энергией, которую затем собирает и использует система. Основные требования это открытая система и внешний источник энергии, который будет использовать данная система. В этом случае принцип работы таких устройств будет так же ясен, как и принцип работы ветряка. Теперь все возвращается на круги слоя. В физике и метафизике идет осознание того, что некоторые понятия 19 века, как эфир, вихрь, сейчас заново приобретают смысл. Эти идеи используются в контексте современных экспериментов квантовой механики и так далее, образуя прекрасный синтез того, что я называю священной наукой. Синтез абсолютно новой науки, абсолютно новой физики, в рамках которой сознание имеет определяющее значение. Нам не нужно следовать за каким-то гуру, предводителем или кем-то еще. Все, что нам нужно, есть во Вселенной. Это все наше здесь и сейчас. В этом заключаются основные принципы открытий в области свободной энергии. Инерционный двигатель Сила инерции давно известна в механике, но до недавнего времени она считалась слишком слабой, чтобы использовать ее в двигателях. Согласно мнению ряда теоретиков, например, Холла Путхофа, инерция очень похожа на гравитацию. Она появляется, когда вы пытаетесь придать ускорение объекту и направлено против энергии нулевой точки. Вы в буквальном смысле сталкиваетесь с сопротивлением. Канадский изобретатель Рой Торнсон разработал инерционный реактивный двигатель, способный преодолеть это сопротивление, использовав центробежную силу. Он ни от чего не отталкивается, не производит выхлопа и было подсчитано, что его эффективность в 20 раз превышает эффективность реактивного двигателя. На этих кадрах инерционные импульсные двигатели Торнсона заставляют каноэ плавать в бассейне. Двигатели, помещенные в ящик, не соприкасаются ни с водой, ни с воздухом. В экспериментах с маятниковой моделью генерируются однонаправленные импульсы, заставляющие маятник колебаться только в одну сторону. Не знаю, сможем ли мы показать эксперимент с применением инженерного анализа и моделей, которые будут работать и пройдут маятниковые испытания. Маятник должен качаться при этом только в одну сторону. Но даже если такой двигатель приводит в движение каноэ в бассейне, в любом случае очень сложно начать серийное производство. Мы видим, что многие изобретения, мне хотелось бы подчеркнуть, что измеренная мной эффективность этого устройства в 20 раз превышает эффективность реактивного двигателя. Реактивный двигатель промышленного производства я анализировал, кажется, модель DC9 обладает мощностью 0,16 ньютона на ватт. Это в единицах интернациональной системы. Модель Торнсона способна достигать мощности в 0,3 0,32 ньютона на ватт. Это в 20 раз лучше, чем показатель реактивного двигателя. Рой Торнсон постоянно совершенствует двигатель, чтобы улучшить его эффективность. К сожалению, как и многие другие изобретатели, даже с патентом на руках, ему требуются значительные инвестиции, чтобы вывести продукт на рынок. Плазма управляемая молния Все, конечно, видели такую зрелищную игрушку, которая представляла из себя молнию в бутылке. Это электрическое явление, которое называется плазменный разряд. Различные изобретатели, работающие независимо, придумывали необычные сочетания газов, металлов и процессов, чтобы выжать избыточную электрическую энергию из этого природного явления. В 1996 году Пауло и Александр Корреа получили первый патент на такое устройство, названное реактором импульсного аномального тлеющего разряда. Первое устройство, позволяющее преобразовать плазменный разряд непосредственно в электричество. Пол Пентон, изобретатель GEET-реактора. Изобретатель из штата Юта, Пол Пентон, создал устройство, названное им GEET-реактор, плазменный генератор, очень похожий на суперкарбюратор, который работает на смеси, состоящей из 80% воды и совсем не загрязняет окружающую среду. Это устройство заменяет карбюратор и выхлопную систему, сочетая их в одном устройстве. Эта часть представляет собой перерабатывающую установку в миниатюре, позволяющую двигателю свободно работать на любом топливе, начиная от кислотного электролита и заканчивая смесью воды и сырой нефти. Это банка сырой нефти из Анголы с плотностью 39,5. Сырая нефть используется только для того, чтобы завести двигатель. Основным топливом является вода. Выхлопные газы поступают сюда, проходят через камеру и в конечном итоге выходят отсюда. Эта камера забирает тепло выхлопных газов. Кроме того, по этой трубке некоторое количество выхлопных газов возвращается обратно в камеру и заставляет пузыриться находящуюся там жидкость. Пузырьки, проходя через топливо, поднимаются к верхней части камеры, попадают в трубку, а затем движутся к середине выхлопной трубы. Когда они попали в выхлопную трубу, они находятся в вакууме. Затем происходит теплообмен. Несколько раз мы уже пытались узнать, благодаря чему идет этот процесс. Благодаря плазменному или электрическому полю. Единственное, что мы знаем, что в процессе работы образуется некое излучение, не имеющее ничего общего с альфа, бета или гамма-излучением. Но у нас есть приборы, позволяющие доказать, что какое бы излучение от него не исходило, оно по-разному влияет на нержавеющую и обычную углеродистую сталь. температура выхлопных газов равна температуре воздуха, поступающего в систему отсюда. Обычно из выхлопной трубы выходит на 1-3% больше кислорода, чем содержится в воздухе, которым мы дышим. Углерода в выхлопных газах нет. Углерод исчезает? Я бы не сказал, что он исчезает. Он трансмутирует и превращается в другие вещества, более легкие элементы. Здесь мы наблюдаем присутствие большого количества легких элементов, которые нельзя объяснить тем, что находится у нас в реакторе. Но в процессе нагрева происходят какие-то изменения. За много лет использования этого двигателя, с 1983 года и по сегодняшний день, иногда он работал по 8-8,5 часов в сутки. Мы ни разу не меняли свечи, масло или воздушный фильтр. Три раза мы носили его на техосмотр. Все было безупречно. У нас здесь установлен G-E-T реактор Пентона, соединенный с 4-цилиндровым двигателем Форда 2300 cc. Здесь у нас прозрачный контейнер, в котором находится топливо. Когда двигатель работает, сюда поступает воздух за счет вакуума и заставляет топливо пузыриться. Его пары выходят отсюда и по этому шлангу поступает в реактор. Они проходят по реактору и возвращаются сюда, поступая обратно в двигатель через эту трубку. Это воздушный фильтр. А эта труба соединяется с еще одним клапаном, который управляется этим механизмом, отвечающим за объем проходящего воздуха и топлива. Этот клапан контролирует обратный ток воздуха, проходящий по этой трубке в контейнер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В процессе экспериментов четырехцилиндровым двигателем Форда модели 2300 CC нам удалось добиться такой эффективности его работы, которая на 300% превышает обычную. Если обычно этот двигатель потребляет около 4 литров бензина на 30 километров при езде по трассе, то теперь этого количества хватит на 90 километров. Испытания под нагрузкой не были завершены, но мы уверены, что проблем не будет. Юджин Меллов, редактор журнала Infinite Energy Magazine. Я присутствовал на показе устройства Пола Пентона. Меня удивляло заявление о том, что двигатель может работать на любом топливе, воде, ее смеси с нефтью и так далее. Это устройство очень похоже на получившее одобрение модели, например, испытанное в штате Невада. Тем не менее, это заявление является гораздо более шокирующим, поскольку если оно подтвердится и получит одобрение, тогда может оказаться, что в системе идет некий процесс, в ходе которого происходит трансмутация элементов. Как он заявляет, в выхлопном газе не содержится углерод. Это кажется невозможным, поскольку двигатель работает на углеродном топливе, даже если оно разбавлено водой. Выхлопные газы в таком случае должны содержать углерод. А он утверждает, что ни угарный, ни углекислый газ при этом не выделяется. Действительно, визуально их нет. Похоже, что сажа не содержится в составе выхлопного газа. Поэтому я надеюсь, что это устройство ждет большое будущее. Демонстрационные модели будут направлены на 25 тысяч предприятий до конца года или до следующего года. К настоящему моменту я усовершенствовал модель, установив нашу систему в выхлопную трубу и инжектор воды на стандартное оборудование, которое используют на заводах. Мы попытаемся максимально быстро наладить массовое производство. После того, как он получил отказ от десятков производителей из США, Пентон заключил контракты с несколькими крупными иностранными компаниями. Недавно некоторые американские компании решили пересмотреть свою позицию. Холодный синтез. Новая водородная энергия. В 1989 году два физика из Университета Юте, доктор Стэнли Понс и доктор Мартин Флейшман, вызвали ажиотаж в СМИ с заявлением о холодном ядерном синтезе в бутылке. Вопреки нескольким независимым экспериментам, в которых были получены похожие результаты, на них посыпались обвинения в жульничестве от МТИ и других престижных университетов, которые живут на гранты нефтяных компаний. Каждый раз в истории науки, когда появлялись идеи, угрожавшие нарушить устоявшуюся систему, например, открытие Галилея, совершенное с помощью телескопа о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, подтвержденные последствия и другими учеными, движение континентов и другие утверждения, которые были позже доказаны, первой реакцией научного сообщества становилось отрицание, нежелание даже рассмотреть доказательства. Могу сказать, что холодный ядерный синтез и свободная энергия или появление новой энергии угрожает разрушить догмы современной физики, химии и других наук. Поэтому эти открытия сопровождаются вполне предсказуемой жесткой негативной реакцией. На самом деле, холодный ядерный синтез не был забыт. Вскоре после официального объявления об этом открытии 23 марта 1989 года сотни, тысячи людей по всему миру, ученые, инженеры, попытались воспроизвести эксперимент Понца и Флейшмана. Им удалось добиться похожих результатов. Налицо было получение избытка энергии на выходе, что можно объяснить особенностями протекания химических реакций или тем, что энергия уже содержится в используемых веществах. К сожалению, Департамент энергетики США руководил работой фиктивной комиссии, состоящей из так называемых экспертов, многие из которых с самого начала были настроены перед взятой. Уже через три месяца они вынесли заранее сфабрикованное решение, которое было ратифицировано через полгода, несмотря на продолжающее поступать сообщение о подтверждении результатов эксперимента. Холл Фокс, редактор журнала New Energy News, те физики, физики-ядерщики, работавшие с горящим синтезом, с токомаками и другими подобными устройствами, располагают очень вескими доказательствами того, что должно происходить в процессе ядерных реакций в этой горячей газообразной плазме. Они полагают, и это довольно обоснованное предположение, что ядерные реакции, происходящие в реакторе холодного синтеза, должны быть точно такими же. Но истину должен определить эксперимент. Поэтому мать природа говорит, это другая среда, другие реакции, поэтому, ребята, изучите их получше, чтобы объяснить, что происходит. Проблема оценки работы реактора холодного синтеза заключается не в том, работает ли он, но возможно ли получать те же результаты постоянно. Многие ученые, в зависимости от того, можно ли с его помощью каждый раз получать стабильные результаты, оценивают работоспособность устройства. На самом деле, проблема заключалась в подготовке материала электродов. Это чистая правда, поскольку в экспериментах с тяжелой водой Понса и Флейшмана определенные материалы практически сводили на нет эффекты реактора. Другие материалы, напротив, способны усиливать эффект. В этой области ведутся многочисленные исследования. Свыше 200 лабораторий в 30 странах смогли повторить, улучшить или добиться определенных результатов с различными моделями реакторов холодного синтеза. Тупливный элемент Петерсона из компании Clean Energy Technologies Даллас, штат Техас, доктор Джеймс Петерсон, Clean Energy Technologies является одним из наиболее ярких примеров устройства холодного ядерного синтеза. Кроме того, его устройство первое в своем роде получившее патент в США. А это очень важно. Изобретатель получил патент почти случайно, поскольку сотни других заявок просто отклонялись патентным ведомством. Что представляет собой это устройство? Эта идея похожа на идеи Понса и Флейшмана, но в нем используются очень маленькие гранулы, покрытые металлической оболочкой, например, никель-палладий-никель, или только никель, и обычная вода. Не тяжелая вода, которую использовали Понс и Флейшман в своих экспериментах. Данное устройство в процессе прохождения по нему этой жидкости или электролита, поскольку в него добавлены соли, сульфата, лития производит достаточно большое количество энергии. Например, во время одного из экспериментов они полностью отключили электроэнергию, а элемент продолжал вырабатывать электричество мощностью 20 Вт в течение по меньшей мере 14 часов. Насколько я понимаю, устройство могло проработать еще несколько дней. Научно подтвержденный коэффициент эффективности таких реакторов составляет от 10 до 1000. С минимальными затратами энергии на питание можно получить 1000 Вт энергии на выходе, подав лишь 1 Вт на вход. Совершенно очевидно, что можно сделать такие реакторы самопитающимися. Доктор Деннис Кревис, исследователь холодного синтеза. Деннис Кревис, независимый ученый, который впервые занялся изучением эффектов топливного элемента Паттерсона. Это очень важно. Обратите внимание на эту колонку, показывающую избыточную энергию, которая обычно выражается в мегаджоулях. Если вы посмотрите на расчет масс используемых химическим элементом, то масса металла составляет около 20 миллиграмм. Сколько затрачивается на вращение вала генератора? Сколько калорий вы получите в процессе типичных реакций с выделением энергии? Приведите хоть один пример. Таких нет. Но если бы был, то вы могли бы получить 32 килокалории, если весь металл был бы израсходован в ходе реакции. Таким образом, мы получим в 3-4 раза больше энергии от этой системы, если все вещества полностью прореагируют. если провести расчет, то можно увидеть, что можно добиться таких показателей, и энергия небольшого процента частиц будет измеряться в мегаэлектрон-вольтах. Недавно сообщалось, что топливный элемент Паттерсона может вырабатывать энергию по меньшей мере в течение 14 часов после отключения питания. Это феноменальное открытие, но его недостаточно хорошо рекламировали и отражали в научных изданиях. Это значит, что в действительности мы имеем дело с источником свободной энергии. Изобретатели уже употребляют этот термин для описания некоторых явлений. Важно отметить, что он требует более тщательного изучения. Более того, в нем содержится ключ к тем видам устройств, которые нас интересуют. Интересно, что тепловой элемент Паттерсона в качестве побочных продуктов производит водород и кислород, системы электролиза воды. В нем используется вода, любая вода, которая подвергается электролизу. В результате выделяются водород и кислород. Их можно использовать, например, когда мы вынуждены долго находиться в закрытом пространстве и не можем проводить много времени на воздухе. Сегодня мы проводим в помещениях около 90% времени, и обеспечение кислородом очень важно. Будем ли мы использовать водород или нет? Вероятно, его можно как-то хранить и использовать для заправки транспортных средств, а кислород для обогащения воздуха в помещениях. Еще одна область знаний, появившаяся в результате открытия холодного синтеза, которая представляет угрозу для нынешнего института науки тем, что устройство обладает сверхединичностью и производит энергии больше, чем потребляет. Трансмутация элементов означает, что в ходе обычных экспериментов с холодным синтезом происходит преобразование одних веществ в другие, например, получается медь и другие затопы, такие как роди. Палладии преобразуются в другие вещества. Это подтвержденный факт. В этом нет никаких сомнений. Кроме того, изменения происходят при минимальных затратах энергии. Это значит, что можно провести аналогию с заявлениями алхимиков, которые подтверждаются историческими документами. Имеется свидетельство о том, что они осуществляли низкоэнергетические ядерные реакции и в результате получали золото из свинца, ртути и других веществ. То же самое сейчас делается в лабораториях. Каждый пример, известный мне из истории, науки, в котором изначально наблюдается небольшой эффект во время получения какого-либо вещества, впоследствии можно усилить. Поэтому вполне вероятно, что наша цивилизация вступит в эпоху алхимии, когда в ходе низкоэнергетических процессов можно будет получать драгоценные металлы. Когда мы смотрим в будущее, полагаю, что мы сможем найти способы получения необходимых элементов с помощью этих низкоэнергетических ядерных реакций. Мне кажется, что мы сможем добавлять что-то к ядру, извлекать его части или изменять ядро атома, чтобы получить нужные стабильные вещества. Но что еще более важно, я считаю, что мы сможем взять радиоактивные вещества и за счет добавления протона или внесения каких-либо изменений преобразовать их в нерадиоактивные. Это достижение станет для нас великим благом, которое позволит нейтрализовать огромное количество отходов от атомных бомб, атомных электростанций и преодолеть последствия таких катастроф, как Чернобыльская. Благодаря холодному синтезу мы заложили основу на будущее, с помощью которого сможем осуществить целый ряд атомных реакций, которые до сих пор не признаются официально атомной физикой. В Соединенных Штатах существует множество энергетических компаний, которые уже начали бить тревогу. Они посылают представителей на конференции по холодному синтезу. Мы всегда встречаем там этих людей. Если они обеспечат поддержку, то окажутся в авангарде, в эпоху новой энергии. На мой взгляд, любая энергосберегающая компания, которая еще не начала проявлять интерес к этому, обязана это сделать, потому что когда у нас дома и в общественных местах будут стоять электрические и тепловые генераторы, необходимость в существующей сети отпадет. В ней не будет больше никакого смысла. Люди постепенно начнут от нее отключаться, и в конечном счете общая сеть полностью исчезнет. Этот удивительный процесс, без сомнения, предполагает появление интересных разработок в ближайшем будущем. Но действительно ли эксперименты по извлечению энергии из окружающей среды требуют использования капиталоемких технологий, которые потенциально могут находиться в руках крупных компаний? Например, добыча редкого металла, палладия, все еще требуют разведки месторождений, их разработки и очистки. Но если более простые, не требующие сложного обслуживания, устройства, которые можно было бы приобрести в магазине и установка которых была бы под силу любому человеку за небольшую плату? Мы проведем детальный анализ некоторых изобретений отдельных авторов и компаний, которые в течение многих лет работают над усовершенствованием устройств, которые, по их словам, будут именно такими. современные изобретатели озабочены решением мировых проблем. Ни один человек, занимающийся разработками в области свободной энергии, не был так упорен и настойчив, как изобретатели штата Миссисипи Джозеф Ньюман. С 1970-х Ньюманы постоянно отказывали от получения патента на изобретенный им генератор, несмотря на то, что многие инженеры, ученые и даже конгрессмены засвидетельствовали работоспособность этого устройства. В 1968-м году я усовершенствовал привод велосипеда. Я использовал маховик весом в 3,5 килограмма, который с помощью жесткой муфты соединялся с двигателем мощностью в 30 лошадиных сил и располагался над задним колесом. Колесо использовало инерцию движения вращающегося маховика. Переднее колесо сразу же поднималось над землей, а заднее колесо оставляло длинные следы резины на тротуаре шириной в несколько сантиметров. Велосипеду требовалась стабилизация. Тогда я услышал о том, что в качестве стабилизатора может выступать гироскоп. В библиотеке я взял книгу о гироскопах и тогда начал изучать их механические характеристики. Я нашел ответ на вопрос, который искал три года. И когда начал изучать их механические характеристики, я нашел ответ на вопрос, который искал три года. Откуда ток знает, в каком направлении ему двигаться? Почему при продольном движении ничего нельзя получить? Я понял, что законы работы гироскопов полностью объясняют этот факт. Если вы изучали принцип работы гироскопа, если взять этот маленький гироскоп и раскрутить его, то можно увидеть, об этом знают даже дети, вращается в одном направлении, если наклонить его в одну сторону и в другом при наклоне в другую. При повороте на 180 градусов и развороте вверх он вращается в одном направлении, а при развороте вниз в обратном. Если перемещать его вдоль проводника, то ничего не получишь. Именно это и происходит, когда вы перемещаете проводник в магнитном поле. Вы направляете его вверх и ток течет в одном направлении. Вы направляете его вниз и ток течет в противоположном направлении. Разворачиваете магнит на 180 градусов и все разворачивается. Но если вы будете перемещать медную проволоку вдоль силовых линий, то ничего не получите. Благодаря этому я понял, что магнитное поле состоит из гироскопических частиц. Меня не волнует, что думает по этому поводу весь остальной мир, потому что никто не может ответить на один простой вопрос. Для меня стало очевидным, что магнитное поле состоит из гироскопических частиц. В этом и заключается механический смысл уравнения Эйнштейна. Е равно mc2. Масса в магнитном поле вращается со скоростью света. В этом и заключается основной смысл уравнения Эйнштейна. Е равно mc2. Тогда атомы вещества упорядочиваются в проводники или чем-либо еще, и появляется магнитное поле, которое выходит за пределы этих материалов и создает буквально реку энергии, которую можно использовать. Я хочу продемонстрировать технологию получения энергии, способную полностью изменить вашу жизнь, за которую боролись существующие энергетические компании. Я расскажу вам об истории ее создания и о том, почему эти компании не хотят, чтобы она у вас была. Вы сможете увидеть, что она действительно работает. Наблюдайте за показаниями приборов во время демонстрации. Они покажут, что эта система вырабатывает больше энергии, чем потребляет от аккумуляторов. Магнит расположен вдоль этого вала по всей длине, имеет ту же форму и хорошо закреплен. Синяя катушка расположена так, а красная катушка под прямым углом к первой. Коммутатор показывает, что вы размыкаете цепь после поворота на каждые 90 градусов. При этом срабатывает либо первая, либо вторая катушка. Можно увидеть, что во мере работы эта стрелка подскакивает все выше, потому что заряжаются аккумуляторы. Эта стрелка поднимается с 200 до 400. Это демонстрирует, что система вырабатывает больше энергии, чем выдают аккумуляторы, потому что они не могут вырабатывать импульсную энергию. Следовательно, она вырабатывается двигателем. Импульсная энергия настоящая. Здесь можно увидеть, что этот датчик работает только тогда, когда тепло преобразуется в электричество, когда электричество проходит через резистор. Этот прибор дает очень точные показания. Можно увидеть, что система производит вдвое больше энергии, чем поступает к ней от аккумуляторов. И аккумуляторы не могут вырабатывать импульсную энергию. Это настоящая энергия. Она производится системой. Энергия на выходе системы явно превышает энергию на входе системы. Вот что я хотел продемонстрировать. Свыше 30 ученых приезжали ко мне из разных стран. Один из них приезжал из Англии, из университета Сент-Дэвидс. Мистер Уильям Коллар, судебный исполнитель, в прошлом член комиссии патентного ведомства, подтвердил, что изобретения работают. Он был инженером-электриком, поэтому федеральный судья выбрал его и выразил ему свою признательность. Он обладал блестящими знаниями. Он посмотрел на устройство после ученого из Сент-Дэвидса и подтвердил его выводы. Он сказал, что доказательства являются исчерпывающими. В изобретении нет никаких противоречивых моментов. Но патентное ведомство ответило отказом по причине несоответствия нормам патентного права. Мы, как наблюдатели, воспринимаем окружающую материю как неподвижную. Все здесь, в мастерской, неподвижно. И как наблюдатели, мы думаем, что нормальный порядок вещей на Земле — это покой. Но в действительности, когда вы добираетесь до строения атома, то узнаете, что нормальный порядок вещей для Вселенной — это движение. Я пришел к выводу, что неестественным является как раз отсутствие движения с точки зрения наблюдателя. В таком случае, вещество после формирования стало бы твердой массой и притянуло бы другое вещество, расположенное рядом. Оно бы не смогло перемещаться из-за притяжения. И тут появляемся мы, как наблюдатели, и говорим, что нормальное состояние Земли и Вселенной — это движение. Мы так сильно в это верили. Например, сотни лет назад мы верили в то, что Земля является центром Вселенной. И мы верили во все это. Даже во времена Кеплера верили, что небо было похоже на пирог в 5 километров толщиной, а звезды — маленькие изюминки в этом пироге. Мы были убеждены в этом. Эта картина была основана на том, что мы увидели, что все сосредоточено вокруг нас. Сейчас я хочу, чтобы люди открыли глаза, избавились от устаревших стереотипов и осознали важность того, что лежит перед ними. Полеты в космос станут реальностью. Наши дети, когда вырастут, почувствуют тягу Вселенной и будут ее исследовать. Именно в этом направлении должно развиваться человечество. Пока Джон Ньюман борется за признание и какое-то вознаграждение, многие предприниматели стараются первыми выпустить на рынок магнитные двигатели, собранные из современных высокотехнологичных материалов и использующие микропроцессоры, регулирующие частоту импульсов. Дэвид Портер из компании «Гелтек Семикондактор» демонстрирует недавно запатентованную им модель двигателя на постоянных магнитах под названием «Карусельный электрический генератор». Это последняя роторная модель карусельного двигателя-генератора. Ротор находится внутри. 18 отдельных секций, которые мы называем катушечными секциями, расположены радиально по внешней окружности устройства. Здесь присутствует еще 6 катушек, которые раскручивает ротор. Сверху расположен датчик, который посылает импульс микроконтроллеру и, по сути, информирует о расположении ротора относительно катушек, а также подает катушкам сигнал включения-выключения. Это происходит благодаря датчику, расположенному на роторе. Электронное оборудование в этом корпусе представляет собой электронные счетчики, подсчитывающие количество импульсов, приходящих от датчика, и включающие или выключающие питание разных катушек. В зависимости от угла поворота ротора в каждый момент времени. Мы подключили систему к компьютеру, которая позволяет менять скважность импульсов. Мы можем регулировать скважность в пределах от 1 импульса наоборот до 40 импульсов наоборот, что соответствует 100% скважности. Мы меняем частоту импульсов на компьютере, а он посылает данные в микроконтроллер в момент прохождения контрольной точки. Обновление данных счетчиков происходит один раз заоборот. Таким образом происходит управление частотой импульса в системе. Устройство не обладает системой автозапуска. Я разгоняю ротор вместо стартера. Мы запустили устройство. Частота импульсов составляет сейчас 13 импульсов наоборот. В этом случае коэффициент скважности составит около 16%. Какое-то время потребуется, чтобы устройство раскрутилось, потому что, как я уже говорил, оно также выполняет и функцию маховика, постепенно наращивая мощность. Суть работы этой системы заключается в том, что все плавает в магнитном поле, и внутри почти отсутствует трение. Как только система разгонится, она достигает расчетной скорости. Сейчас коэффициент скважности составляет около 30% на канал. Скорость продолжает возрастать. Мы видим это на счетчике. Сейчас скорость вращения составляет около 1850 оборотов в минуту. Белая и зеленая кривые отображают работу двух каналов двигателя. Пики обозначают моменты, когда каждый из каналов включен, а плоская нижняя часть показывает время, когда каждый из каналов выключен. То есть вы видите, сколько происходит импульсов, сколько по времени канал включен, а сколько выключен. Понимаете, мы хотели использовать эту систему. Когда вы берете кого-то на руки и переносите через дорогу, вы тратите много энергии. Если вы перевозите кого-то на колесах, то вам достаточно просто слегка подталкивать транспортное средство, и вы тратите намного меньше энергии при перемещении того же самого груза. Именно это мы и сделали. Мы собрали устройство так, чтобы оно вращалось с большой частотой, а мы бы просто подталкивали его, подавая на него импульс во время вращения. Мы используем силу инерции, чтобы совершить полезную работу. Мы подаем импульсы с высокой частотой к системе. Мы лишь извлекаем энергию из магнита. Магнит со временем теряет свою силу. Каждый год он теряет примерно 1%. Поэтому мы не пытаемся создать энергию из ничего. Система не будет работать вечно. Это не вечный двигатель. Мы используем то количество энергии, которое содержится в магнитах. Когда энергия магниток иссякнет, их можно вынуть и заново зарядить. Мы максимально увеличиваем плотность электромагнитного потока для выработки электрической энергии. Когда мы сможем увидеть устройства, работающие на свободной энергии, питающие товары широкого потребления, например, такой электромобиль, они уже есть, и, возможно, вы сможете приобрести такое к тому времени, когда увидите эту программу. В Оклахоме уже более 100 лет все занимались только добычей нефти. Изобретатель Трой Рид занимался у себя в лаборатории созданием вращающихся магнитных двигателей, которые, по его мнению, кардинально изменят способ перемещения людей в пространстве. Это новая модель магнитного двигателя. Я могу вкратце объяснить, что такое магнитное поле. Все магниты больше по размеру, чем в деревянной модели. А это работает следующим образом. Когда двигатель вращается, у них появляется вибрация. Он продвигается толчками. Вот так. Если мы возьмем этот двигатель, поместим сюда палец и начнем вращать его, то подобных толчков наблюдаться не будет. Что я сделал? Я избавился от коленвала и инжекторов. Этот двигатель запускается вручную, как и другие модели. Теперь, когда мы его раскрутили, я подам на него питание. Можно увидеть, когда стрелка на вольтметре покажет 150 вольт, мы отключим систему и включим лампу. Если вы повернете устройство и посмотрите на эту сторону, все рабочие части находятся позади системы. Управляется небольшим компьютером, которому нужно всего 5 вольт. Мы уже достигли 150 вольт. Сейчас мы отключим питание. Посмотрите, к устройству больше не подключен источник питания. Вот вилка. Вот 110 вольт. Двигатель продолжает работать. Можете показать, этот стол со всех сторон. Он продолжает работать. Сзади ничего не подключено. На полу ничего нет. Мы поворачиваем стол, а двигатель все продолжает генерировать энергию. Мы очень надеемся, что уже через год его можно будет использовать в домах. Еще одно его достоинство. Его можно установить в электромобиль. Он будет стоять в автомобиле и генерировать энергию для зарядки аккумуляторов. Прекрасная машина. Можно поехать, куда захотите. Она не загрязняет воздух. Во всех других электромобилях, которые я когда-либо видел, были установлены стандартные коробки передач. А это машина с автоматической коробкой передач. Здесь нет ничего лишнего. Немного внутренностей, как я это называю. Насколько я видел в электромобилях, установлено очень много всего. Единственное, что здесь есть, это аккумулятор, обеспечивающий работу радиоприемника и системы охлаждения. Здесь два предохранителя. Их можно установить в закрытую систему. Но мы вынесли их отсюда, чтобы вы и другие люди смогли рассмотреть всю технологию, применяющуюся в этой машине. Здесь находится система предохранителей. Это коробка системы управления. Она снижает силу тока. Что хорошо в электромобилях, это то, что у них используется такая технология. Они выделяют тепло, поэтому нужно продувать коробку системы управления, потому что она нагревается. Нам не нужно, чтобы она нагревалась. Нужно, чтобы она оставалась холодной, потому что тогда ничего не угрожает электронным схемам автомобиля. Это значит, что вы сможете проехать дальше, дольше, и у вас не возникнет проблем. В этом электрическом автомобиле установлено два измерительных прибора, находящихся спереди от рычага автоматической коробки передач, вольтметр и амперметр. Я уже говорил об этом ранее, о силе тока в автомобиле. Если мы заставим силу тока снижаться, а не расти, тогда напряжение останется в пределах 120 вольт. Когда мы заведем двигатель, сила тока будет почти равна нулю. Прибор находится здесь, внизу. Сейчас мы заведем машину и поедем, а вы сами сможете оценить, на что она способна. Нужно всего лишь перевести рычаг передач в это положение. Заводится мотор. По звуку он напоминает небольшую спортивную машину. Поворачивает и едет очень хорошо. Потрясающий автомобиль. Едет. Если вы посмотрите на показания амперметра, то сила тока снижается. Вот это мне и нравится в электромобилях. Если вы едете на этой машине, максимальная сила тока составит около 100 ампер. Именно так мы и поступим, чтобы снизить ток в автомобиле. Можно поехать куда угодно. Если вы захотите куда-то съездить, не нужно беспокоиться о зарядке аккумулятора, потому что здесь используется патентованная технология. Это прекрасный автомобиль. Он мне очень нравится. Я вложил много труда в эту машину, и мы постараемся наладить ее производство. Не нужен ни бензин, ни газ. Технология находится перед вами, и она будет востребована. Будет пользоваться спросом. Будет отлично работать во всем мире. Для всего человечества. Увидимся! Вот ваше будущее, ребята. Насколько мы поняли, электромагнетизм представляет собой наиболее приемлемый путь для современных изобретателей. Импульсный электрический двигатель Адамса. Магнитные двигатели продолжают бороться за сверхъединичность, но даже используя более простые технологии, можно собрать сверхъединичные устройства. Деннис Ли, сторонник технологии светлого будущего, старается следовать за мечтой и хочет подарить энергетическую независимость каждому человеку на Земле. Отсидев в тюрьме два года и при этом не будучи улечен ни в одном преступлении, Ли проводит публичные демонстрации в крупных городах США и пытается договориться о продаже своих устройств через магазины. Весьма противоречивый человек, которого некоторые считают мошенником, а другие — ярым сторонником свободной энергии, Ли демонстрирует целый ряд моделей и процессов. Некоторые из них принадлежат другим изобретателям, например, Юлу Брауну. Несмотря на то, что, согласно его утверждениям, эти устройства не используют энергию нулевой точки, потому что они извлекают тепло из окружающей среды, они также достигают сверхъединичности. Я разработал и собрал самый эффективный в мире тепловой насос. Это испарители для теплового насоса. Они имеют примерно 2,5 метра в высоту и 1 метр в ширину. Рабочее тело кипит при температуре минус 40 градусов, поэтому в любое время суток, в любую погоду, будь то ливень, сильный ветер, ураган или снегопад, замечательный жаркий солнечный день или холодная ночь до тех пор, пока хладоген внутри этой системы холоднее, чем воздух, тепло из воздуха, от солнца, ветра, дождя, снега будет поступать к компрессору, расположенному рядом. Это будет происходить благодаря действию второго закона термодинамики. Тепло стремится к холоду. Таким образом, это самый холодный предмет на улице. Все, что соприкасается с этой панелью, отдает ей тепло, и оно идет дальше по системе. Газ начинает быстро расширяться, и по мере его расширения он втягивается в компрессор, благодаря всасыванию. У меня были инженеры и изобретатели, а им не нравится термин «всасывание». Вместо него они используют термин «отрицательное давление». По мере создания компрессором отрицательного давления в него поступает газ. Компрессор — это газовый насос. Он качает газ. То есть газ закачивается компрессором. В компрессоре его температура повышается. Но если вы прикоснетесь к этой панели, то почувствуете, что она ледяная. Если вы потрогаете шланг, идущий от панели, то он тоже будет ледяным. Когда газ попадает в компрессор, он сильно сжимается, повышается его давление и температура, а затем выходит из компрессора. Но никогда не трогайте этот шланг, если установка работает, потому что его температура составляет порядка 200-250 градусов. Вот откуда мы берем тепло. Тепло передается сюда и поступает в компрессор. Повышая давление и температуру с помощью компрессора, относительно бесполезная энергия, которую мы получили, превращается в очень даже полезную энергию. Это тепло будет передаваться дальше. Это компрессор с непосредственным приводом. Компрессор с непосредственным приводом принимает фреон из панелей. И на нем же и работает. Потому что непосредственный привод заставляет поршни ходить вверх-вниз. В результате в нагревателе накапливается тепло, которое расширяет другую порцию фреона, заставляющую поршень двухстороннего действия двигаться вперед-назад. С помощью механических устройств мы преобразуем его во вращение вала. А вращение вала заставляет вращаться этот маховик. Маховик вращается и заставляет работать компрессор. Компрессор вырабатывает тепло, которое заставляет вращаться маховик. Можно сказать, что они питают друг друга. Кстати, как только фреон нагрелся и набрал нужное давление, он уходит наверх к конденсатору, который высасывает воду с дна резервуара. Но здесь может быть и колодец. Вода выкачивается этим насосом, который также работает от этого привода и поступает в конденсатор. Это самый эффективный в мире конденсатор. Имеет теплоемкость 6 миллионов BTU при 100 градусах. По мере прохождения воды через конденсатор она нагревается и поступает на выход. Когда я включу устройство, то покажу вам, как будет закачиваться вода. Таким образом, охлаждается фреон, который переходит в эту канистру, а затем перекачивается обратно в нагреватель с помощью небольшого насоса, который работает на том же цилиндре. Готовы испытать устройство в действии? Давайте приступим. Включайте, ребята. Если вы не готовы, то мы можем начать, когда вы подготовитесь. Насос скачает воду. Начинается генерация энергии и загораются лампы, чтобы избавиться от избыточной энергии. Лампы загораются для утилизации избыточной энергии. Мы не рассчитывали на это. Их свет непостоянный, но таким образом мы демонстрируем наличие избыточной энергии. Самое главное, что закачивается вода. Она закачивается. Это замкнутая система, потому что вода продолжает проходить через нагреватель и обратно. У меня был тепловой насос, установленный в переносную холодильную установку, с помощью которой мы смогли понизить температуру до минус 20 градусов пустой емкости. Представьте себе, что у вас температура на улице равна температуре в этой емкости, минус 20 градусов. Мы проводили демонстрации каждую субботу в течение года. Приезжали люди со всего света. Мы говорили, привозите свои измерительные приборы, разбирайте устройство, если хотите. Мы даже готовы были выплачивать 10 тысяч долларов тому, кто обнаружит, что мы обманываем людей. Каждые выходные мы снижали температуру газа в устройстве до минус 20 градусов и нагревали воду до такой температуры, что ей можно было обжечься за счет энергии, которую мы получали из емкости с температурой минус 20 градусов. Коэффициент эффективности устройства составлял от двух до единицы, такой же, как у теплового насоса General Electric, только у нас было минус 20 градусов в окружающем пространстве. Мы приглашали производителей тепловых насосов в любое удобное время посмотреть, что у нас не так, привезти свое устройство и произвести эксперименты. Смогут ли они показать тот же результат? Никто из них не приехал. Приезжали потребители, приезжало много людей со всего света, из Пакистана, отовсюду. Мы проводили демонстрацию каждые выходные в течение года. Однажды к нам приехал человек, айда парень, мы планируем собрать такую установку. Это займет два года и потребует два миллиона долларов. Сейчас мы продаем тепловые насосы и прочие товары, чтобы собрать денег. Посреди демонстрации ко мне подошел этот парень и сказал, «Мистер Ли, я поражен. Давайте я пожму вашу руку. Хочу сказать, что без сомнения, у вас самая лучшая система обогрева в мире. Она даст фору всему, начиная от устройства на солнечных батареях и заканчивая всеми остальными. Превосходно. Вы должны со мной познакомиться». Знаете почему? «Потому что я собрал самый эффективный в мире тепловой двигатель, а у вас есть самый эффективный в мире источник тепла». Он сказал, «Если мы с Фами объединим наши технологии, то сможем стать самыми опасными людьми в мире». Я ответил, «Ну я никогда не был самым опасным человеком в мире и не хочу этого». Этого человека звали доктор Фишер. Он доказал, что паровой двигатель можно сделать эффективнее. Я с удовольствием собрал его установку у себя в лаборатории. Мы взяли это замечательное огромное устройство. Почему бы ему не быть замечательным и большим? Я не хочу, чтобы люди были привязаны к сети, а использовали новую систему, которая поможет избавиться от монополии энергетических компаний. Я хотел дать людям возможность стать полностью независимыми от электросети. Помните? Что именно это было моей целью? Итак, мы взяли это большое устройство и уменьшили его размер примерно до такого. Оно стало чуть меньше, чем это. оно было примерно такой длины, около 33 сантиметров в длину и 15 сантиметров в диаметре. И при этом устройство было достаточно большим. Оно могло полностью обеспечить энергией ваш дом, то есть ему не нужно быть большим. Кстати, такое небольшое устройство с успеха поместится в бардачке любой, произведенной в США, машине. Я путешествовал по Соединенным Штатам Америки, везде рассказывая свою историю. Я рассказывал ее в каждом штате. И у меня появилось тысяча последователей, которые рассказывали мою историю другим. Мы вместе организовали рекламную кампанию в СМИ, потому что сами СМИ ничего об этом не сообщали. Мы подготовили рекламные ролики. В одном из роликов длительностью 60 секунд мы отключали электричество и рассказывали, что можно питать дом при отсутствии электричества, внешнего электричества, ездить на машине, оснащенной новым двигателем, который не требуется заправка бензином. Мы транслировали этот 60-секундный ролик на всю страну. Насколько нам известно, его просмотрело около 10 миллионов человек. После этого страсти накалились до предела. Нельзя было больше терпеть такое. Я получил письмо из штата Калифорния, в котором потребовали, чтобы я вернулся в Калифорнию и предстал перед судом. Я полетел на суд в Калифорнию из Нью-Джерси. Когда я вошел в зал, судец спросил меня, хотите узнать, почему вы здесь? Я ответил, да, хочу. Тогда он сказал, потому что власти Калифорнии меня в тюрьму, но меня не обвиняют ни в одном преступлении. Как я могу сесть в тюрьму без слушания дела и без вынесения приговора? Вы же не можете так поступить, правда? Он сказал, власти штата Калифорния приказали мне посадить вас в тюрьму, и вы отправитесь в тюрьму. Но это отличная возможность для подачи апелляции. Кстати, это происходило в здании суда. И у меня есть запись слушания. Я вышел из тюрьмы два года назад. Сейчас мы возобновили работу национальной сети продаж, представители которой есть в каждом штате, в крупных городах штата. Теперь у нас есть люди, которые четко понимают, что позволяют себе правительства, крупные корпорации, энергетические компании. У нас все рассчитано. Теперь у нас гораздо больше технологий, чем в 1987 году. У нас гораздо больше денег, чем в 1987 году. Мы готовы перевернуть мир за пределами реальности. Если удивительной сверхъединичности этих первых в своем роде изобретений недостаточно, то любопытное сочетание побочных эффектов при исследовании свободной энергии включает такие явления, как трансмутация элементов, образование новых изотопов и даже антигравитацию. Эффекты левитации вращающегося магнитного диска, напоминающего НЛО. Британский изобретатель Джон Сирл был первым в этой области, но его технология не единственная. Замечательные работы канадского изобретателя Джона Хатчинсона привлекали внимание предпринимателей и правительственных ученых с 1979 года. Он начал использовать сверхвысокие электромагнитные частоты для преобразования материи очень интересными способами. Эти явления получили название «эффект Хатчисона». Эти предметы двигаются за счет левитации в виде поступательного движения. Это значит, что предметы становятся легче и могут перемещаться. Самый тяжелый барьевый цилиндр. Видите? Из него выходят два провода. Он скользит по поверхности, хотя весит около трех килограммов. Физическая сущность этого явления заключается в саморезонансе ферромагнитиков и пьезоэлектриков с примесями бария. Через усилитель мощности электрический сигнал на определенной частоте поступает в этот кристалл внутри цилиндра. Одной из сфер применения свободной энергии нулевой точки могут стать технологии реактивных двигателей. Этот кристаллический преобразователь, который я собрал около года назад, чтобы изучить принцип его работы. Он работает до сих пор. Принцип его действия основан на эффекте Казимира и полупроводниках с объемным зарядом. а также в вибрациях, называемых энергией нулевой точки, которая пронизывает пространство и время. Смысл этого устройства заключается в том, чтобы заставить материалы в этой коробочке взаимодействовать с колебаниями энергии нулевой точки. Говоря о том, как это может выглядеть изнутри, я принес сюда кусок такого материала. Это обычные минералы, которые формируют особую волну. Сейчас я сниму показания вот здесь. Показания повышаются. Здесь есть горячие участки. Здесь у меня почти пол вольта. Видите? Тут нет никаких аккумуляторов. Ничего, кроме кристаллических материалов различного типа. Он всегда находится в устойчивом состоянии. Эксперименты с ним проводились в течение нескольких лет, в том числе под давлением. Потом я решил поместить тот же самый материал в различные цилиндры. Они содержат разные смеси минералов. Некоторые цилиндры менее мощные, чем этот материал или этот небольшой кусок. Должен признать, что он более мощный, чем этот большой кусок. Я хочу показать, как он генерирует настоящую энергию, то есть от него будет работать небольшой двигатель. двигатель. Я подключаю один провод к основанию цилиндра, а другой к его вершине. Двигатель начинает работать. пропеллер крутится. Таким образом, этот материал может заставить работать двигателем. Сейчас двигатель очень маленький, но при использовании большего количества материала он сможет в случае необходимости питать двигатель мощностью в несколько лошадиных сил. Хатчисон надеется, что простые и очень эффективные способы производства преобразователей энергии и кристаллов привлекут инвесторов, которые осознают потенциал этих вечных аккумуляторов, которым не нужна зарядка. Эти материалы нетоксичны и будут взаимодействовать с энергией нулевой точки в пространстве и времени. Еще более впечатляющие эксперименты Хатчисона граничат с паранормальными явлениями. Они вызвали значительный интерес среди военных научно-исследовательских лабораторий США. Мы произвели около 750 демонстраций левитационного поступательного движения. Образцы металлов крошились и превращались в новые неизвестные металлы. Наблюдались какие-то непонятные эффекты. Другие предметы впечатывались в металл. Однополюсные магнитные поля, описанные во многих научных изданиях похожи на ящик Пандоры по своим воздействиям на научное сообщество. В этой потрясающей серии видеозаписей, сделанных Хатчисоном, мы видим, что происходит, когда у себя в гараже он регулирует электромагнитные частоты, направленные на некий объект. и ходит, м может быть, что происходит, как и но и отдают, и хором. И в На мой взгляд, на субатомном уровне происходит сдвиг измерения, происходящих в результате применения электростатического высокочастотного поля и волн Теслы. Образуется проход в другую область, пространство и времени. Которое может активировать энергию нулевой точки и спровоцировать активные внешние реакции с гравитационными волнами. Временными волнами. Если хотите, называйте их хрононами. Возможно, во время реакции с хрононами и гравитантами, которые могут оказаться частицами, происходит искривление, заставляющее объекты распадаться на части в результате пульсации изнутри. Металлические бруски распадаются на части, или у них пропадает вес. Это мороженое в пластиковом стаканчике. Металлические бруски распадаются на которое уже не biting. И, наконец, 32-килограммовое пушечное ядро. Очень интересно, что в этом изобретении используется сочетание катушки Тесла и антиграва для проведения разрушительных экспериментов с левитацией предметов, которые в одном из случаев смогли поднять 9-килограммовое ядро к потолку просто за счет электромагнитных полей. При анализе обнаруживается, что мы можем рассматривать график зависимости положения от времени или скорости от времени, то есть мы можем анализировать отношение ускорения ко времени. Графически она представляет собой возрастающую линейную функцию. Таким образом, мы, как ученые, должны признать эффект третьей производной, которая, на мой взгляд, основывается на необычной новой силе, или сверхсиле, потому что после получения ее производной мы имеем прямую линию, постоянно увеличивающую свое значение. Эффект Хаджсона начали использовать как точку отсчета для сравнения с другими высоковольтными тяговыми устройствами, другими словами, электрогравитационными. Теперь, когда мы становимся свидетелями огромного потенциала этих новых источников энергии, возникает ряд интересных вопросов. Каковы последствия их применения для окружающей среды, для самой природы, пространства и времени? Как только мы начнем осваивать эти малоизучные силы в планетарном масштабе? Помните обещание атомной энергии о том, что электричество станет очень дешевым, и никто не будет ее учитывать? Существуют ли у свободной энергии какие-либо недостатки, которые мы пока не можем предсказать? Сейчас у нас уже есть эффекты, способные воздействовать на основы, являющиеся движущей силой для всего на свете, на информацию в мозгу, на связь сознания и тела, на все. Например, если вы генерируете очень мощные импульсы с использованием скалярных потенциалов и скрытого внутреннего компонента, если вы сделаете их достаточно резкими, то сможете изменить нормальный плавный ход времени, произойдет отделение сознания от тела, нарушится связь между ними. Это мгновенная смерть на всех уровнях. Умирает каждая клетка, каждый микроорганизм, каждый вирус, умирает все тело. То есть, очевидно, что если вы будете использовать энергию в таких огромных количествах, то нужно быть предельно осторожным. Нельзя делать это наобум, рискуя получить ужасающие результаты. Поэтому существуют некоторые ограничения, обусловленные применением этой технологии. Также существует опасность получить слишком много энергии на влевой точке, и тогда эта штука нагреется и взорвется. Такое иногда случалось с моими устройствами. Этой технологией довольно интересно заниматься, но существуют меры предосторожности, о которых нельзя забывать. Извлечение слишком большого количества энергии в нулевой точке приведет к небольшому взрыву. Однажды из-за такого взрыва мне пришлось тут долго убирать. Будет ли опасен новый источник энергии? Конечно. Нужно относиться к нему внимательно. Это энергия, поэтому она всегда потенциально опасна. Это палка о двух концах. Нужно внимательно к ней относиться, чтобы изучить ее. Она требует от вас осторожности, это очевидно. Я слышал много хорошего. У нее может быть положительное воздействие, равна как и разрушительное, так и у всего остального. Это энергия. Ее можно использовать как во благо, так и во вред. Решать вам. Смена парадигмы Возможно, благодаря традиционному пониманию невидимых сил, таких как Чи или Ки, или внутренней культуре, особенно щедрые на технические нововведения японцы пытаются по максимуму использовать свободную энергию. Уважаемые ученые, например, Синчи Сики и Цихуджи Инамата, получают значительную поддержку правительства и крупных корпораций. Тем временем, японцы начинают разработку различных систем для их промышленного производства. Например, японские консорциумы финансируют работу Понса и Флейшмана. Японская корпорация Тошева сотрудничает с Инамата. Происходит объединение других корпораций для создания устройств, использующих свободную энергию. Японцы не заинтересованы в использовании нефти, у них нет своих месторождений, поэтому они хотят быть первыми в этом вопросе. Перенумать небольшие устройства, которые смогли бы заменить существующие генераторы мощных импульсов и двигатели внутреннего сгорания. Н-машина Инаматы Чтобы понять принцип действия этой машины, нужно изменить восприятие, изменить точку зрения. До сих пор обычная физическая наука рассматривает только материальный мир. Но нам нужно искать другой мир, невидимый мир. И мы должны признать, что невидимый мир и материальный мир связаны между собой. Эта энергия поступает из другого измерения. Ископаемое топливо Атомная энергия Возобновляемые источники энергии Синтез Новая водородная энергия Космическая энергия Том Бирден Магистр естественных наук Инженер-атомщик У нас есть настоящая наука. Когда наука принимает некую технологию, когда явление тщательно изучено и понятно, когда пересмотрены все модели, и мы теоретически можем это смоделировать и спроектировать, а также разработать схемы, которые будут работать без сбоев. У нас в магазинах будут все необходимые детали. Мы сможем купить все необходимое, собрать схему, и она будет работать. Но пока мы еще не дошли до этого этапа, мы находимся на том этапе, когда ребенок только появился на свет. Он еще не подросток, который бегает вокруг и играет в бейсбол на поле. Наш ребенок только родился. Его рождение связано со многими трудностями, потому что мощные силы препятствовали его рождению. Официальная наука по-прежнему яро противится ему, потому что ученые считают это ересью. Они думают, что свободная энергия — это идея создания вечного двигателя в закрытой системе, создания энергии из ничего. Вот это на самом деле ересь. Это невозможно сделать. Существует также очень сильное экономическое лобби, самая могущественная мере, которая противостоит появлению свободной энергии. Понимаете, чем она грозит всем государством богатыми природными ресурсами? Можете ли вы представить, как она в конечном итоге повлияет на многие окружающие нас вещи? Как она повлияет на вас, если вы добываете природные ресурсы? Нефтехимическая промышленность не умрет. Вам по-прежнему будет требоваться сырье, которое необходимо добывать, химические вещества. Поэтому будет развиваться нефтехимическая промышленность вместо того, чтобы продолжать сжигать ископаемое топливо и разрушать окружающую среду. Она просто приспособится к изменившимся условиям. Власти глобальных корпораций, которые правят мировой экономикой, придет конец. Мир радикально изменится. Я попробую предсказать, что нас ждет, а мы посмотрим, сбудется ли это. Когда эти самые корпорации поймут, что свободная энергия реальна, ее можно заставить работать. Что благодаря компьютерам, интернету, независимым публикациям и тому подобному, они больше не смогут скрывать информацию. Убийства изобретателей вызывают общественный резонанс. Они прекратили это делать лет 15 назад. Узнав о новых технологиях, придут инвесторы. После появления финансирования, ученые быстро изменивают свою точку зрения, потому что ученые идут туда, куда идут деньги. Они хотят получить хорошую зарплату. Все очень просто. Ученый не будет проводить исследования, если не будет получать финансирование. Если отобрать у профессора Грант на исследование, он останется без работы и уйдет из университета. Наука покупается и продается, как в нашей стране, так и во всем мире. Когда появятся деньги, наука пойдет вслед за ними. Это привлечет талантливых студентов, последних курсов, и в конце концов появятся средства для финансирования их экспериментов и работы над докторскими и другими исследованиями. Тогда и произойдет очень быстрое внедрение этой области знаний, и появятся достижения в абсолютно новой и расширенной науке об электромагнетизме. Холл Фокс, редактор журнала New Energy News. В развитии науки мы дошли до определенной стадии. Иногда на этих стадиях мы сталкиваемся с проблемами и препятствиями. Тогда мы вынуждены переосмыслить свою точку зрения и двигаться в другом направлении. На мой взгляд, сейчас мы как раз и переживаем один из тех особых периодов в науке, когда мы вынуждены изменить так тщательно охраняемые модели, не полностью отвергнуть их, но внести некоторые изменения. И тогда перед нами откроются двери в мир совершенно новых технологий электричества, магнетизма, атомных реакций, разработки двигателей, применение аккумуляторов, полета в космос и, возможно, антигравитации. А также получение драгоценных элементов из дешевого сырья. Мне кажется, сейчас мы добрались до того места, где для нас открываются двери в эпоху новой науки. Брайан О'Лири, физик, автор книги «Чудо в пустоте». Мы говорим о настоящем оборудовании, мы говорим о научных экспериментах, которые рассказывают нам о том, что, несомненно, имеются технологии, которые позволят нам освободиться от энергетического рабства, освободиться от экономических ограничений, которые мы сами для себя придумали. Понимаете, когда энергия бесплатна, а вскоре она станет бесплатной, еда станет бесплатной, жилье станет бесплатным, тогда и наступит настоящий коммунизм, и мы сможем проявлять себя и свои таланты. У нас появится возможность открыть в себе лучшие качества, наступят замечательные времена. Юджин Меллов, редактор журнала «Инфинит Энерджи Магазин». Будущее нашего мира в представлении приверженцев официальной науки и многих дальновидных мыслителей выглядит не слишком привлекательно по сравнению с тем, на что способны холодный синтез и свободная энергия. В ходе этой энергетической революции меняться будут все без исключения аспекты человеческой жизни. Даже тот факт, что вещество, покрывающее 70% поверхности планеты, станет источником топлива, тот факт, что вода, присутствующая в нашем организме, в большом количестве является своего рода топливом, источником энергии, все это будет иметь огромное психологическое, религиозное, историческое и геополитическое значение. Политика на Ближнем Востоке и заинтересованность в запасах нефти в этом регионе кардинально изменятся. Воздух в городах больше не будет загрязняться в результате работы двигателей внутреннего сгорания. Откроются невиданные возможности для полета в космос, к другим планетам и звездам. Это моя мечта как инженера, который занимался этой проблемой всю жизнь. Они получат огромную поддержку. Джин Меннинг, автор книги «Грядущий переворот в электроэнергетике». Некоторые люди говорят, что заголовок моей книги «Грядущий переворот в электроэнергетике» несколько пугающий, поскольку переворот подразумевает некие радикальные перемены. Изменится существующий порядок вещей, и пострадают люди, чья жизнь от него зависит. Возможно, лучше будет рассматривать эти процессы как эволюцию. Но в любом случае есть лидеры, политические, деловые, руководство энергетических компаний должны обратиться к чистым источникам энергии. Возможно, эти технологии придут к нам из-за рубежа, и это может произойти довольно скоро. Я не уверена, что переход будет таким уж болезненным, потому что люди уже готовы к переменам. Конечно, они боятся, но в то же время ожидают изменений к лучшему, а того, что уже открылось нам, и может позволить сделать мир чище и здоровее. Морей Кинг, автор книги «Использование энергии нулевой точки». Готово ли человечество? Созрели ли мы для того, чтобы использовать эти технологии? Не получится ли так, что мы дадим ребенку спички? Вот в чем вопрос. Один из ответов может быть таким. Мы просто сами создаем себе проблемы. Если существующий порядок вещей сохранится, мы обречены на самоуничтожение. Похоже, что мы получим толчок к дальнейшему развитию, если эта технология станет широко доступной. Если мы не готовы правильно воспользоваться этой энергией, мы обречены. Но теперь у нас появляется шанс выжить. Шанс продолжить свое существование. И для этого потребуется усилие каждого из нас для распространения технологии свободной энергии. Люди начинают просыпаться и искать вокруг себя разумных, талантливых людей, чтобы объединиться для достижения общей цели. Мы учимся работать сообща, помогать друг другу, учиться друг у друга. Пытаемся оставить в прошлом свои эгоистичные устремления, которые являются причиной всех наших проблем, всех войн и других несчастий, и осознать, что наши проблемы за нас никто не решит. В этой программе мы рассказали лишь о немногих изобретателях и их замечательных изобретениях. Но сейчас сотни, если не тысячи людей по всему миру, ученые, инженеры, предприниматели активно работают над исследованием и разработкой этой уникальной технологии. Для того, чтобы запустить ее в массовое производство и сделать доступной каждому. Мы находимся на важной развилке исторического пути. Сможем ли мы, как общество, избавиться от страхов и предрассудков, сдерживающих нас, и окунуться в неизведанное? Сможем ли мы отбросить устаревшую экономическую идеологию и снова научиться мечтать и творить? От того, как мы ответим на эти важные вопросы, будет зависеть наше выживание? Надеемся, что мы дали вам достаточно полезной информации, которая в будущем позволит вам принять правильное решение. Мы открыли для вас новую, увлекательную область знаний, которая вскоре изменит всю нашу жизнь, а также судьбу планеты Земля. До встречи на финише. Гонка началась. Выдержка из газеты «Филадельфия паблик Леджер», 1933 год. На вопрос о том, разрушит ли скорое внедрение предполагаемого им принципа всю существующую экономическую систему, доктор Тесла ответил, она и так уже разваливается. Он добавил, что как раз сегодня самое подходящее время для внедрения новых технологий. Текст читал Игорь Головин Будет запретным человеком. ДИНАМО建цик ДИНАМО建цик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok